На территории Севастополя и его окрестностях находятся около 50 водоёмов. Все они различны по объёмам и содержанию полезных веществ. Однако узнать, можно ли пить родниковую воду, практически невозможно обычному человеку. Этим вопросом занялся коллектив Политехнического института Севастопольского государственного университета. С 2013 года они изучают состояние воды в городе. Сейчас молодые учёные выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований «Наставник». Научный проект рассчитан на два года и получил финансирование полтора миллиона рублей. Мы работаем над качеством воды в подземных водах, не только в родниках, а в подземных водах. То есть рассматривали и колодцы, и скважины, и родники в том числе на содержание нитрат-ионов. Ну и естественно органолептические показатели, то есть вкус, цвет, запах и нитрат-ионы. И обнаружили, что, к сожалению, в черте города во многих подземных источниках содержание нитратов превышено. Родники на Максимовой даче и Сарандинакиной балке не отвечают санитарным нормам, говорит учёный. В летний сезон и другие источники питьевой воды вызывают опасения. Происходит это из-за свалок вблизи водоёмов и плохо оборудованных канализационных стоков. Мы берём пробы воды в родниках и непосредственно измеряем в лаборатории на содержание нитрат-ионов. АПАЖ мы измеряем на месте. В данном случае мы измеряем содержание нитрат-ионов в одной из проби. И нитратомер нам показывает значение превышения нормы в десятки раз. Для севастопольцев хотят создать интерактивную онлайн-карту, где будет отображаться вся информация о состоянии воды. Любой человек может зайти на сайт, нажать точку того родника, который его интересует, и получить в новом окне информацию о содержании, о качестве воды в этом роднике. В будущем учёные хотят создать экологические паспорта родников. На территорию самих водоёмов планируют установить специальные таблички, которые будут рассказывать о состоянии воды.